Вот куплю себе 9999 игр в одном, до конца жизни играть буду, да, великий обман детства. Я вечером строю планы на утро, я утром. Идеальный отпуск в 20 лет, пляж, тусовки всю ночь, крутой номер в отеле, идеальный отпуск в 30 лет. Я, чего грустишь? Она. Как же грустно просто лежать и не кушать роллы. Когда друг, который всё время ходит в кепке, снимает её. А, ну так он же неспроста ходит в кепке, наверное. Всё логично, сухое. Я всё жду, когда уже изобретут корм для людей. Пришёл с работы уставший, даже думать не надо, а что приготовить. Насыпал коричневых камушков в тарелку и вот тебе сбалансированный приём пищи с идеальным КБЖУ. Не понял, а чё вы про пельмени забыли или чё? Пришёл, насыпался в тарелку пельменей, сколько надо, съел, всё, ништяк. Когда на работе видишь, как на новичка орут из-за ошибок, а он делал всё по твоим наставлениям. Я в рабочие дни, когда будильник прозвенел уже 10 раз. Я в 6 утра в выходной, когда даже не ставил будильник. Интересный факт, куда бы вы не поставили укол мыши, он всегда будет внутримышечным. Хе-хе. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а теперь поехали. Весь мир, ничего не работает из-за сбоя Windows, люди в панике. Россия с палёной виндой. Вообще пофиг. Это я со своей паранойей рву копии документов на мелкие кусочки перед тем, как выбросить их в мусор. Теперь бомжи не смогут взять на меня кредит. Кто-то. Да русские никогда не улыбаются. Так же русские, когда краем уха услышали скандал в автобусе. Мне грустно. Не переживай, всё обязательно наладится. Метод кнута и пряника у нас отличается тем, что пряникам тоже можно дать люлей. Лейкоциты несут таблетку ибупрофена к моей голове. Пункт назначения 2. Форсаж. Все эти фильмы уже были в... ну погоди. Титаник. Звонок. Терминатор. Выживший. Безумный Макс. Тор. Гарри Поттер. Гринч-похититель Рождества. Люди заказывают товары на маркетплейсах. Сайты продавцов с консультациями, персональными предложениями и программами лояльности. В 15 лет. Мои кроссовки стоят 15 тысяч, смотрите и завидуйте. В 30 лет. Какие офигенные кроссы я купил всего за 2 тысячи, смотрите и завидуйте. Одежда слишком грязная для шкафа, но слишком чистая для стирки, добро пожаловать на кресло. Голову помоем? Да. То самое чувство, когда летом выходишь на улицу в 4 утра, не холодно, не жарко и везде тишина. Я. К 30 у меня будет кабриолет. Ожидание – реальность. Офисные работники. Такая жара, даже кондиционер не спасает. Сварщики. Примерно так выглядел древний Египет. Неправда, вот как он выглядел, меня не обманете. И примерно так выглядел бы сейчас. Я, каждый раз приходя в гости, где есть домашние животные. У маминой подруги не было сына, а была дочь, и я постоянно слышал, какая она молодец, какой порядок в их доме, что она постоянно готовит кушать к приходу родителей. Отлично учится и во всем слушается родители, не то что я раздолбай. Но я вырос и женился на этой дочери. Реально, она молодец, не обманула мамина подруга. Ее, знаете ли, мастер потрясающих ходов. Когда в тексте встречаю слово «безвозмездно», то мой внутренний голос считает его голосом совы. И по слогам повторяешь. И чихнуть обязательно. Хе-хе. Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Кто пишет, как звали шрама до того, как он его получил? Лев без отличительных особенностей. Четыре правила взрослой жизни. Не хочу, не могу, не буду. Ладно, придется сделать. Наконец-то люди начали понимать во вкусной и здоровой пище. Скуфофрукты. Плюс пенный витаминный комплекс. Вот так я неожиданно стал зожником. Серег, я поругался со своей девушкой, и потом она признала, что я был прав. Ты же опытный в отношениях. Что мне делать? Я никогда не был в такой ситуации. Извинись перед ней. Скажи, что ты не хотел, чтобы ты был прав. Я только что узнал о новом животном. Это земляной волк, и он мне очень нравится. Просто взгляните на этого красавчика. Кто пишет, как будто рисовал тот, кто никогда не видел волка. Со слов того, кто волка когда-то видел. Запись в школьном дневнике. Ваш ребенок глотает окончание слов. Ответ родителей. Знам, рукам не помогат. А почему у вас дети говорят пришедшие, ушедшие? А пес их знает, может они так привыкшие. Смотрим сказку о мертвой царевне. Я. Смотри, а у семи богатырей-то герб есть, оказывается. Лев на красном фоне. Муж задумчиво. Ланнистеры. Ясен фиг, а у Таргариенов так-то Змей Горыныч на гербе. Все у нас уперли. Надо уметь говорить нет. Например, вас спрашивают, хотите ли вы кусочек торта? А вы отвечаете, нет, мне, пожалуйста, два кусочка. Нет, не треснет. Нет, не слипнется. Коротко о погоде на юге России. На улице плюс 250. Если вам грустно, тревожно или вы не знаете, чем себя занять, помните, что вы всегда можете помыть свои кроссы, которые сейчас стоят в коридоре. Ну, вот теперь порядок. Ну, пошли. Завтра в 4 утра вставать. Поедем на дачу копать картошку. Дед, ты чё, у нас же нет дачи. Это не значит, что нам не нужна картошка. Если вы нашли хорошую позу для сна, вам не холодно и не жарко, ничего не жужжит и никто не мешает спать, то через 3 минуты прозвенит будильник. Спокойно сделать все дела? Лежать и ловить приступы стресса из-за того, что мне надо делать много дел, но всё равно не делать дела, так сильно расстроиться из-за этого и пойти спать, потому что сил делать дела уже нет. Что ж, я сделал всё, что мог. Вопрос дня. Можно ли одежду, которую нужно стирать при 30 градусах, сушить на балконе, где 50? Названия стрижек просто существуют. Все мужчины. По бокам убрать и сверху чуть-чуть. О, это я так описываю требуемую стрижку. Только по бокам почти всё убрать, а сверху либо половину, либо треть убрать. Есть же просто кодовая фраза покороче. Всё, зачем объяснять? 95% всех лайфхаков – это про то, как человек, не умеющий что-то делать, максимально дебильным способом решает проблему, которой не возникло бы, умею он это дело нормально делать. Москвичи такие. 100к в месяц. Кровать. Кто-то. У тебя андроид? Он же для бедных. Так же и его айфон. Женская ванна. Гели, шампуни, скрабы, релакс, уют, арома, свечи. Мужская ванная. Моечная. Ладно, давайте дальше. Ты включался полторы секунды, позор. Прости, хозяин. У тебя есть пять минут, чтобы запустить Need for Speed Underground. Десять. Я нажимаю на хром. Хром, ничего не происходит. Я нажимаю ещё восемь раз. Хром. Мужчины говорят, у меня нет депрессии. А потом строят такое. Кто пишет, так мечтал в детстве, чтобы между домами были соединительные мосты, чтобы люди могли ходить в гости друг к другу. Эх. В смысле? Да я мечтал, чтоб и окон не было. Нафиг. Я. Опоздаю сегодня на пару. Пацаны, прикройте. Пацаны. Одна банка кукурузы с одним яйцом, и ваши дети будут просить. Пощады. Приезжаешь к родителям. Первый день. Боже, такая ностальгия. Хочу пересматривать все фотоальбомы, объедаться вкусной домашней едой, лежать в своей такой родной кровати, наслаждаться. Второй день. Вспоминаешь, почему ты съехал. Мальчик. Приглашает на свидание в кино или ресторан. Мужчина. Не хочешь завтра в ковше экскаватора покататься? Массажист для форели. 110-150 тысяч на руки. Нормально так. Это лучшая работа в мире. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Чекайте все ссылочки в описании, а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»